Ребят, всем привет! Давайте сегодня поговорим на тему, почему же не у всех складываются отношения с сетевым бизнесом. И я сейчас не говорю о тех, которые ленивые, не проходят обучение, не поддерживают связь со своим наставником, не рекрутируют, потому что рекрутинг это основное в сетевом. Есть рекрутинг, на него уже сверху наслаивается все остальное. Нет рекрутинга, ни о каком росте и речи быть не может. То есть мы о таких людях сейчас говорить не будем, но ведь есть и другие. Есть те, которые действительно обучаются, которые действительно рекрутируют, у которых отстраивается определенная уже команда. Они выходят на какие-то процентные уровни, 3, 6, 9, 12 может быть процентов, а потом с ними что-то происходит. И вот это что-то называется простым словом выгорание. Знаю, выгорание, прокрастинация, смена мышления. Это уже такие слова, которые набили оскомы, потому что все про них везде говорят и суют эти выражения, эти слова в любые темы, в любые посты, в любые какие-то видео. И они уже набили оскомы, ну как-то так, на слух даже не совсем воспринимаются. И я вам сейчас не буду про выгорание рассказывать какими-то тезисами из прочитанных книг. Я поделюсь своим личным опытом. Выгорание и ответственность – это два таких момента, которые идут рука об руку на начальном этапе в сетевом, когда мы находимся. Поэтому люди, доходящие до определенного момента, некоторые выгорают, сливаются, некоторые прорабатывают в себе этот момент и начинают свое движение вверх. Так в чем же их взаимосвязь? Вот смотрите, когда вы уже становитесь наставником, то есть кто такие наставники? Это когда вы уже нарекрутировали какую-то свою определенную команду, у вас уже есть люди, которых вы сопровождаете, и вы являетесь для них наставником. Вы их начинаете обучать. И вот в этот момент с нами случается такая вещь. Мы начинаем возлагать повышенные ожидания на этих людей. То есть пришли люди, и мы так этому рады, что люди включаются в бизнес, интересуются. Мы слишком много сил и энергии вкладываем в этих людей. Мы начинаем их обучать, и мы начинаем уже мысленно строить какие-то воздушные замки, что вот сейчас этот человек попрет вперед, сейчас я открою новое директорское звание. Это будет команда, вот второй человек, третий, пятый, десятый. И мы очень много сил вкладываем в этих людей. Но вложить в них силы мы можем, потому что это наша ответственность. А вот проконтролировать их действия мы не можем. Это уже как бы не наша зона ответственности, и мы даже не можем никаким образом на это повлиять. И случается так, что эти люди, например, уходят. Ну, не все подходят для сетевого бизнеса. Они там поинтересовались, позадавали вопросы, посидели, вы их там промотивировали, всю нужную информацию им дали. Там пытаетесь их растормошить, протолкать вперед, вкладываете в них силу и энергию, а они не идут дальше, не движутся. И кто-то сливается, начинает уходить. Потому что найти своего лидера, найти своего будущего, скажем так, бриллианта в сетевом бизнесе очень сложно. Потому что даже оглянитесь вокруг себя. Вы много видите в своем окружении предпринимателей? Предприниматели – это люди особого склада, особого склада ума, особого видения, особого характера, особого мышления. То есть таких людей всегда меньшинство. Зато те, кто работает в найме, те, которые не берут больше ответственности, чем могли бы, за свою собственную жизнь, за свои действия, их всегда будет большинство. Вот и они, те самые, которые привыкли сидеть в найме, вернее подходят под найм, они приходят и к нам. Но вырастить из них предпринимателей, разбудить в них предпринимателей порой невозможно, потому что они таковыми не являются. И вот эти люди, вот они отсеиваются, они уходят. И вот когда они уходят, с нами случается вот то самое выгорание. То есть мы расстраиваемся, мы потратили огромное количество сил и энергии, вложили в этих людей. И вот они растаяли, да, они ушли, все, и мы, получается, что мы выгорели, потому что мы много вложили, а в ответ ничего не получили. Как это лечится? Лечится это очень просто. Нужно проработать свою голову, вот опять-таки проработать свое мышление. То есть прекрати ожидать от людей чего-то такого, что ты должна ожидать от самой себя. То есть ты можешь дать людям знания, ты можешь передать людям опыт, ты можешь их там промотивировать, но все это нужно делать дозированно. То есть не вытягивать из себя последние жилы, там, не отдавать свою жизненную энергию и потом сидеть без сил, страдает твоя семья, дети, все остальное, потому что ты от них отрываешь и передаешь тем, кому это не требуется. Поэтому дозированно человек, который твой, который сам заинтересован в этом бизнесе, он сам, ну ты это поймешь интуитивно, ты это увидишь, он сам будет подавать признаки. То есть он будет с тобой на связи, он будет задавать вопросы, он будет делать, самое главное, стараться, он будет рекрутировать. Тогда можно будет больше, больше, больше быть с ним, да, передавать ему всего, и он будет расти. А тем, которые как бы на начальном этапе, вот они где-то вроде бы и тут, и вроде бы и не тут, как бы в них вкладывать массу своих сил не имеет никакого смысла. Ты просто будешь страдать от этого сама. Единственный человек, в которого ты должна вкладываться, единственный человек, за которого ты должна брать ответственность, это только ты сама. То есть когда ты знаешь, какие действия тебе необходимо делать для того, чтобы расти, когда ты понимаешь, куда ты движешься, когда ты понимаешь, какой чек тебе нужен, тогда ты должна составлять план действий и по этому плану действий идти. То есть ты можешь быть ответственна только за свои собственные действия. Вот если я знаю, что моя программа роста такова, что в день нужно получать в среднем 5 регистраций, то я составляю свой план действий так, чтобы эти 5 регистраций у меня были. У меня работает личный бренд, у меня работает таргетированная реклама, у меня работает контекстная реклама, у меня где нужно подключается ручной рекрутинг. И я свои 5 регистраций в день всегда получу. Где-то больше, где-то меньше, я говорю о среднем количестве. И есть рост, и тому самому я учу своих партнеров. Но в первую очередь я отталкиваюсь от себя, потому что когда делаешь ты, тогда команда тебя начинает дублицировать. Они видят, как надо, они видят, что это дает, и они тогда понимают, что если я хочу получить вот этот результат, то я делаю вот эти вот эти действия. А все остальное это ерунда. Не нужно возлагать на других людей повышенные какие-то надежды и ожидания. Вообще оставьте их в покое. Вот у вас есть задача их научить вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. Учите. У вас есть задача там где-то их промотивировать, провести им эфиры, планерки, там где-то в личке пообщаться. Проведите. Но ждать от них чего-то, да, возлагать на них ответственность за собственный рост нельзя. За свой рост отвечаем только мы сами. То есть я отвечаю за свой рост, ты отвечаешь за свой рост сама. Люди, которые к тебе пришли, они тоже сами отвечают за свой рост. Но происходит какой-то обмен энергии, какой-то обмен информации. То есть твоя задача дать информацию, а человек, который пришел, у него задача эту информацию взять и применить на деле. Вот тогда все гармонично. И опять-таки от каждого ждать, ожидать, что он будет твоей звездой, твоим суперпартнером, твоим будущим каким-то директором, сильным лидером не стоит. Не стоит. Этот человек найдется сам, если ты будешь стоять, да, находиться в правильной позиции. То есть быть активным, быть смелым, быть таким действующим, работающим рекрутером, лидером. Тогда такие же люди начнут к тебе подтягиваться и притягиваться на твою энергетику, на твою подачу информации, на твое обучение, да, которое ты будешь транслировать. А если ты как бы сам распыляешься на всех и ждешь, да, что вот он пришел, сейчас он отстроит мне ветку, сейчас вот я стану там старшим, серебряным, золотым и так далее. Нет, такие же пустышки и будут проходить. Поэтому все внимание, весь фокус только внутрь, на себя саму. Контролируй свои действия и бери ответственность за свои действия. Остальные все подтянутся, да, они сдублицируют, скопируют себя.